Фред Варгас. Когда выходит отшельник? Глава первая. Адам Берг, сидя на скале у причала, смотрел, как рыбаки возвращаются после ежедневного лова, швартуются, вытаскивают из воды сети. На маленьком исландском острове Гримсей все звали его Берг. Так, океанский ветер, 11 градусов тепла, солнце в дымке, зловоние, тухлые рыбы. Он забыл, что еще недавно был комиссаром полиции, руководил 27 сотрудниками бригады уголовного розыска в Париже в 13 округе. Он выронил мобильник, и тот угодил в овечью лепешку. К тому же лохматая скотина наступила прямо на него копытом, впрочем, без всякого злого умысла. Никто еще, наверное, не терял телефон столь оригинальным способом, с долей гордости подумал Адам Берг. Гунлаугур, хозяин небольшой гостиницы, тоже пришел в порт, собираясь купить лучшую рыбу и приготовить ее на ужин. Адам Берг улыбнулся и махнул ему рукой, но выражение лица у Гунлаугура было не такое спокойное, как в обычные дни. Не обращая внимания на то, что торги уже начались, он направился прямиком к Адам Бергу, сдвинув белесые брови, ткнул в него пальцем, протянул послание и произнес. Это тебе. Мне? Нет, ни за что. — спросил Гунлаугур. Да. Ты уезжаешь, Берг? Ты уезжаешь? Адам Берг тяжело поднялся, поднял глаза на белесое солнце. Нет. Да, вздохнул Гунлаугур. Да. Есть пить? Да. Колеса ударились о покрытие взлетной полосы Руасси-Шарль-де-Голь, и от этого толчка его внезапно накрыла такая мигрень, какой не бывало уже много лет, и одновременно появилось ощущение, будто его крепко побили. Он вернулся. И Париж, большой каменный город, накинулся на него. Хотя, может, все дело в том, что накануне в таверне у Гунлаугура они хорошо отметили его отъезд, изрядно выпив. Стопки были совсем маленькие, зато их было много. И это был последний вечер и Бреннивин. Бреннивин — исландский спиртной напиток крепостью 37,5 градуса на основе картофеля и тмина. Беглый взгляд в иллюминатор. Не выходить, чтобы не оказаться там. Но он уже был там. Ваше присутствие крайне желательно. Глава вторая Во вторник, 31 марта, 16 сотрудников комиссариата в полной боевой готовности с ноутбуками, папками и стаканами кофе собрались к 9 часам в зале капитула, чтобы доложить комиссару о том, как они вели дела в его отсутствие под началом майора Мордана и майора Данглара. Члены команды были расслаблены и неожиданно разговорчивы. И это означало, что они рады его возвращению. Им приятно его видеть, и они не задаются вопросом, не изменилось ли в нем что-нибудь. Пока он жил на севере Исландии, на маленьком острове, где его окружали только туманы да неугомонные волны. А даже если изменилось, какая разница, подумал лейтенант Вейренг, который, как и комиссар, вырос на каменистых склонах Пиренеев и понимал его как никто. Он знал, что их команда под началом комиссара скорее напоминает большое парусное судно, меняющее курс из-за встречного ветра или замирающее, спустив паруса во время штиля, чем мощный моторный катер, от которого много шума и пены. Майор Данглар, наоборот, чего-то постоянно опасался. Он всматривался в горизонт, ожидая приближения неведомой опасности. Его вечно донимали страхи, царапая острыми шипами и мешая жить. Отъезд Адамберга в Исландию после изнурительного расследования вызвал у него дурные предчувствия. Когда мозг устает у обычного человека, и он выбирает туманную страну, чтобы снять напряжение, это правильно. Более целесообразно, чем ехать на юг к солнцу, где безжалостный свет подчеркивает любую неровность, малейший выступ на камешке и еще больше утомляет. Но когда туманный разум удаляется в туманную страну, это опасно и чревато тяжкими последствиями, полагал Данглар. Он боялся, что упадок духа у комиссара может стать необратимым. Он всерьез тревожился, как бы в результате химической реакции между туманом в человеке и туманом в природе, Адамберг не растворился в Исландии и не остался там навсегда. Известие о возвращении начальника его немного успокоило. Но когда Адамберг вошел в комнату своей слегка развинченной походкой, улыбаясь каждому и пожимая руки, тревога Данглара вернулась. Более легкомысленный и переменчивый, чем когда-либо, с блуждающим взглядом и неуловимой улыбкой, комиссар как будто двигался наугад, не замечая разметки, пропуская редкие указатели, позволяющие не сбиться с пути. «Текучий, вялый», — вынес вердикт Данглар. «Странный, пропитанный морем», — подумал лейтенант Вейренк. Молодой бригадир Эстоляр, специалист по кофейной церемонии, которую освоил в совершенстве, по мнению коллег только в этом он и преуспел, мигом поднес чашку комиссару, положив ровно столько сахара, сколько нужно. «Ну, рассказывайте», — произнес Адамберг, мягким, отстраненным голосом, слишком спокойным для человека, которому предстоит расследовать смерть женщины 37 лет, которую дважды переехал внедорожник, переломав ей шею и ноги. Случилось это три дня назад, в минувшую субботу вечером, на улице Шато-де-Рантье. «Что за шато? Какие рантье?» — подумал Данглар. Ни про замок, ни про рантье никто уже не помнил. И сегодня это название в южном секторе 13 округа звучало забавно. Он пообещал себе узнать происхождение названия. Энциклопедический ум майора впитывал любые знания, ведь все они, в конце концов, могли пригодиться. «Вы читали материалы, присланные вам в Рейкьявик, где вы делали пересадку?» — спросил майор Мордан. «Конечно», — ответил Адамберг и пожал плечами. Разумеется, он читал их, пока летел из Рейкьявика в Париж. Но на самом деле сосредоточиться на них не смог. Он понял, что женщина, Лора Карвен, красивая, ничего не скажешь, — отметил он, погибла под колесами внедорожника между 22.10 и 22.15. Время убийства указано так точно, потому что жертва придерживалась очень четкого расписания. С 14.00 до 19.30 она продавала одежду для детей в люксовом магазине в 15 округе. Потом занималась бухгалтерией. А в 21.40 закрывала жалюзи. Она каждый день переходила улицу Шато-де-Рантье в одно и то же время, на один и тот же сигнал светофора рядом с домом. Она была замужем за богатым мужчиной, который преуспел, как прочел в документах Адамберг, хотя не запомнил ни его профессию, ни сумму на банковском счете. Внедорожник принадлежал мужу, как его звали, погибшей женщины. В этом не было сомнений. В углублениях протекторов и на крыльях остались следы крови. В тот же вечер Мардан и Жюстен установили путь машины с помощью разыскной собаки. Она привела их примехонько к стоянке у салона видеоигр в 300 метрах от места преступления. Собака оказалась довольно нервная и потребовала, чтобы ее долго и усердно гладили в благодарность за работу. Хозяин салона хорошо знал владельца машины. Тот приходил к ним в зал каждый субботний вечер и играл с девяти до двенадцати. Если не везло, мог засидеться за игрой до самого закрытия, до двух часов ночи. Он показал им мужчину в костюме и распущенном галстуке, очень заметного среди парней в капюшонах с пивом. Тот яростно бился с экраном, где на него набрасывались огромные ходячие мертвецы, а ему нужно было изничтожить их, расстреляв из автомата и проложить себе дорогу к горе Черного Короля. Когда полицейские его прервали, положив руку на плечо, он неистово затряс головой, не выпуская пульта из рук, и закричал, что ни в коем случае, ни за что не остановится, набрав 47 652 очка и находясь в двух шагах от уровня бронзовой дороги. Майор Мордан, наконец, сумел перекричать треск устройств и вопли игроков и сообщил ему, что жена его погибла, попав под машину в трехстах метрах отсюда. Мужчина обмяк и навалился на пульт, испортив игру. Прозвучал музыкальный сигнал, и на экране загорелась надпись «Прощай!» «Ты проиграл!» «Итак, муж утверждает, что все время находился в игровом салоне», — уточнил Адамберг. «В отчете было сказано, — начал было Мордан. Предпочитаю сам услышать», — отрезал Адамберг. «Да, так и есть. Говорит, что не отлучался из зала». А как он объяснил, почему его собственная машина вся в крови? Объяснил наличием любовника. Любовника, который знал ее привычки, мог взять машину, раздавить любовницу, вернуться и поставить машину на то же место. Чтобы обвинили его? Да, потому что полицейские всегда обвиняют мужа. Как он выглядел? В смысле, как отреагировал? Был ошеломлен? Скорее, шокирован, чем опечален. «Немного пришел в себя, пока мы везли его к нам. Они собирались разводиться». «Из-за любовника?» «Нет», — произнес Ноэль, — слегка пренебрежительно. «Дело в том, что такому человеку, как он, адвокату, взлетевшему высоко, жена-простушка только мешала». Это читалось между строк, когда он говорил. «А жена», — добавил светловолосый Жюстен, — «чувствовала себя униженной. Он не разрешал ей появляться на коктейлях и ужинах, которые устраивал для знакомых и клиентов у себя в бюро в седьмом округе. Она просила взять ее с собой, он отказывался. Они постоянно ссорились. «Она будет диссонировать», — говорил он, — «и не впишется в картину». «Такой вот мужик». «Отвратный», — заключил Ноэль. Он постепенно овладел собой, добавил вуазное, и начал отбиваться, как будто мы пытались загнать его на каторжную дорогу из его игры. Стал выражаться заумно, употреблять всякие непонятные слова. «Его обычная стратегия», — заметил Мордан, и стал ритмично дергать шеей, высвобождая ее из воротника. За две с лишним недели в нем ничего не изменилось. Он по-прежнему походил на цаплю, утомленную жизненными неурядицами. Подчеркивает разницу между собой и успешным адвокатом, и любовником. А он кто? Араб. Он сам это уточнил прямо с порога. Ремонтирует автоматы с напитками. Живет в соседнем доме. Насим Бузит, алжирец. Родился во Франции, женат, двое детей. Адамберг хотел что-то сказать, но промолчал. Он не сумел придумать, как бы не нарушая приличий, спросить про допрос Насима Бузида, протокол которого наверняка есть в папке. Он ровным счетом ничего не помнил об этом человеке. «И какое у вас впечатление?» — осторожно спросил он, знаком попросив эстоляра принести еще кофе. «Красивый парень», — констатировал лейтенант Эллен Фруасси, повернув к комиссару монитор, где было фото печального Насима Бузида. «Длинные ресницы, медовый взгляд, глаза как будто подведены, белоснежные зубы, чарующая улыбка. Его очень любят соседи, он мастер на все руки. Насим меняет перегоревшие лампочки, Насим устраняет протечки, Насим никому не отказывает». «Из чего муж заключил, что это слабое покорное существо», — произнес Возне. «Ничтожество, которое так и не выбилось в люди». «Отвратный», — повторил Наэль. «Муж ревнив?» — спросил Адамберг, с беспечным видом начав делать какие-то пометки. «Уверяет, что нет», — ответила Фруасси. «Он считает этот брак досадным недоразумением, которое можно исправить разводом». «Ну и?» Адамберг повернулся к Мордану. «Майор, вы, кажется, говорили о стратегии. Он делает ставку на инстинкты полицейских, которых всех до одного считает зашоренными и недоразвитыми расистами. Когда им придется выбирать между состоятельным адвокатом, который говорит так изысканно, что даже непонятно, и арабам разнорабочим, они нацелятся на араба». «И что же такого сложного и запутанного он вам наговорил?» «Трудно сказать», — ответил Буазне, «поскольку лично я не понял. Всякие слова вроде «аперцепция» или...» «Погодите, сейчас...» «Гетеро...» «Гетерономия». «Гетерономия — это какое-то сексуальное отклонение?» — спросил Наэль. «Он употребил это слово по поводу любовника». «Все повернулись к Данглару, рассчитывая на его помощь». «Нет, он имел в виду несамостоятельность ума. Любопытно было бы поиграть с этим молодцом». «Я на вас рассчитываю, майор», — произнес Адамберг. «Все сделаю», — отозвался Данглар, в душе ликуя и ненадолго забыв о настораживающем равнодушии Адамберга и его небрежности. Было совершенно ясно, что комиссар мало что запомнил из его отчета, составленного со всей тщательностью. «Еще он приводит много цитат», — вставил Меркаде, внезапно вышедший из состояния дремоты. Меркаде, блистательный специалист по компьютерным делам, уступавший разве что Элен Фруасси, страдал гиперсомнией, и весь комиссариат с пониманием и даже заботой относился к его недугу. Если бы дивизионный комиссар узнал об этом, Меркаде был бы немедленно уволен. Зачем держать сотрудника, на которого каждые три часа наваливается неодолимый сон. «И мэтр Карвен ждет реакции на свои чертовы цитаты», — продолжал Меркаде. «Например, чтоб кто-то хоть одного автора назвал. Он наслаждается нашим незнанием. Ему нравится нас унижать. Это точно. Например». «Ну вот», — проговорил Жустен, открывая свои записи. «По поводу Насима Бузида, как всегда. Люди меньше опасаются лжи, чем вреда, причиненного ложью». И снова все выжидающие уставились на Данглара, чтобы он избавил их от многократных унижений со стороны адвоката. Но майор из деликатности не стал сразу называть автора, как бы намекая на то, что он ничем не лучше остальных сотрудников комиссариата. Его скромность никто не оценил. Но его простили. У кого же еще спрашивать, как не у него, человека с сокрушительной эрудицией, знающего все высказывания всех писателей на свете? «И становится понятно», — подхватил Мордан, «что наш адвокат Карвен любезно подсовывает нам мотив преступления. Бузид хотел убить любовницу, чтобы избежать вреда от измены и не разрушить свою семью». «А чья это фраза, майор Данглар?» брякнул Эсталер, не обращая внимания на то, что остальные промолчали. То ли он был неисправимо бестактен, то ли, как считали многие, просто глуп. Ницше, чуть помедлив, ответил Данглар. «Он великий?» «Да, несомненно». Адамберг некоторое время что-то рисовал, как обычно, размышляя над тем, какую таинственную бездну представляет собой феноменальная память Данглара. «Понятно», – протянул Эсталер с озадаченным видом, вытаращив свои зеленые глаза. Впрочем, зеленые глаза Эсталера были вытаращены всегда, как будто жизнь неустанно и бесконечно его изумляла. «Вероятно, он прав. Жизнь удивительно», – рассудил Адамберг. «К примеру, эта женщина, чудовищно изуродованная колесами и глядящая во тьму широко распахнутыми глазами, разве она не ошеломляет? Но ведь все боятся последствий своей лжи», – сосредоточенно продолжал Эсталер. «И чтобы это понимать, не надо быть великим. Разве что ложь совсем ерундовая, правда ведь?» «Правда», – согласился Адамберг, по обыкновению защищая парня, что приводило всех в недоумение. Адамберг поднял карандаш. Он нарисовал фигуру своего друга Гунлаугура, наблюдающего за рыбными торгами в порту. И чаек, целую тучу чаек. «За и против», – вновь заговорил он, «за одного или за другого». «Что касается адвоката», – сказал Мордан, «то у него алиби, игровой зал. Правда, оно ничего не стоит, потому что в толпе шумных, азартных игроков прикованных глазами к экранам, вряд ли кто-то заметил бы его пятнадцатиминутное отсутствие. К тому же у него, будь здоров, какой счет в банке. В случае развода он потерял бы половину от четырех миллионов двухсот тысяч евро, которыми набита его кубышка». «Четыре миллиона двести тысяч евро?» – вздохнул робкий бригадир Ламар, впервые подав голос. «Это же сколько лет нам нужно проработать?» «Даже не пытайтесь считать, Ламар. Только напрасно потратите время», – посоветовал Адамберг и поднял руку, призывая к спокойствию. «Продолжайте, Мордан. Но у нас нет против него никаких убедительных доказательств. Носим бузит в более шатком положении. Тут реальные улики. В машине мы нашли на коврике перед пассажирским сидением три волокна белой собачьей шерсти, а на педали тормоза – прилипшую красную нитку». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова